Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия очередной выпуск программы «Персона» в студии журналист Александр Белов и Юлия Стройкова. А в гостях у нас председатель Госсовета Чувашской Республики Юрий Алексеевич Попов. Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Здравствуйте, Юлия Викторовна, Александр Бобрович, уважаемые наши телезрители! Юрий Алексеевич Попов. Родился 2 ноября 1961 года в селе Лащ-Тайба Яльчикского района Чувашской Республики. Окончил Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности экономика и управления на предприятии АПК. Служил родине в рядах Советской Армии. За свою трудовую биографию прошел путь от трубоукладчика строительного управления до генерального директора крупного агрохолдинга. Сегодня председатель парламента Чувашии. За успешную работу в агропромышленном комплексе награжден почетными грамотами, званиями и медалями, лауреат международной премии имени Михаила Сеспеля. Мастер спорта, многократный чемпион Чувашии и России по гиревому спорту. Член регионального полицовета партии «Единая Россия». Женат, воспитывает троих детей. Вот, Юрий Алексеевич, в конце прошлого года мы с вами были на неофициальном приеме, который устраивал для прессы глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев. И вы тогда честно признались, что, вступив в новую должность для себя, председателя Государственного совета, побаиваетесь телевизионных камер, микрофонов, диктофонов и прочего. Вот сейчас этот комплекс преодолен. И вообще, как вы сейчас строите свои отношения со средствами массовой информации? Я, наверное, начну с того, Александр Борисович, с вас. Потому что вы, как журналист, и с таким опытом, вас народ Чувашии знает. А меня, например, пока и не знают. И вот если взять отношения к телевидению, именно камеры, конечно, первоначально, и у любого человека, и у меня в том числе, такие сомнения есть. Вот вы человек опытный, опытный, вы профессионал в этом деле. Вот если взять и вас направить к какое-то предприятии директором, ну, взять хотя бы, вот где я работал на Вурнавском местном комбинате, где тысячи человек... На один день, на один день хочется. Да нет, не на один день. Потому что вот хотя бы полтора года, да, я уже вот полтора года работаю. И представить себе, вы там, как себя ведете, и перед камерой. Конечно, это совсем другое. Тем более человек пришел с производства в политику. А производство и политика — это совсем разные вещи. В политике человек, тем более председатель Государственного Совета, он должен быть публичный. И вот к этому мы учимся, и сегодня я у вас в гостях, у такого профессионала, зубастого журналиста, не побоялся. Учимся. Прям подсластел. Да, да, даже как-то уже неловко становится. Дальше везде делал. Александр Борисович, вот Юрий Алексеевич сказал про предприятия, да, и я вот теперь думаю, кого стоит больше пожалеть, вас или это предприятие, куда вы можете чисто так гипотетически пойти на полтора года? Руководителем. На предприятии все-таки. Что-то я тоже так думаю, что, наверное, на предприятии. Я думаю, человек научится всему. Если у человека есть желание, он научится. Юрий Алексеевич, а вот я сейчас предлагаю посмотреть опрос, который сняли наши молодые коллеги на улицах нашего города, и они интересовались у горожан, знают ли они этого человека. Смотрим. Скажите, пожалуйста, знаете, кто это? На лицо знаю, но точно не знаю. Какой-то ученый, наверное. Это, по-моему, депутат Чувашской Госдумы. Юрий Алексеевич Попов. Министр чего-нибудь. Я не знаю, честно, я не знаю. На Якубович похож. Спортсмен, мне кажется, бывшим, сейчас тренер. Похож. На Хрущева разве только. Спасибо. Ну, наверное, хороший человек. Председатель Госсовета Чувашской Республики. Председатель Госсовета. Спасибо. Хороший человек. Вот, как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы вас все-таки стали узнавать на улицах нашего города? И хотите ли вы сами этого? Ну, я думаю, как председателя Госсовета народ должен знать. Юрий Алексеевич, когда вы стали председателем Госсовета Чувашской Республики, вот что-то изменилось в вашей жизни? Может быть, изменились какие-то ваши привычки? Своё отношение к каким-то событиям? Поменялись вы? Если честно, конечно, на 100%, в другую сторону. А вот чем труднее руководить? Законодательным органом или предприятием? Ну, если я полжизни, полвека работал на земле, конечно, как вы журналисты, вот в своём деле, как рыба в воде. И я, конечно, как производственник тоже самое. Поэтому сказать, что легко работать именно в Государственном Совете, я сегодня не могу сказать. Есть там очень много проблем, вопросов очень много. Поэтому мне, честно говоря, лучше быть производственником, чем политикой. Юрий Алексеевич, вот знаете, вот я на вас всегда смотрю, да, и у меня такое ощущение, что вы всегда улыбаетесь так хитренько, так в усы. И глаза у вас всегда блестят. Вы вообще с юмором как? Дружите? С юмором, конечно, я дружу. Люблю даже юмор. Но по натуре такой человек, ну, серьёзный. Вот, ну, и видно, наверное, улыбаюсь я как... Вы хорошо улыбаетесь, по-доброму. Ну, спасибо. Это комплименты. Юрий Алексеевич, вот вы меня буквально ошеломили своим вступлением. Я стал так судорожно размышлять над тем, как повести дальше беседу. Но хочу вас сразу успокоить. Вот у нас разговор во многом предстоит о региональной организации партии «Единая Россия» одним из руководителей, одним из лидеров, которым вы являетесь. Я к этой партии отношусь достаточно скептически. Но вы сегодня в студии не один. Вот моя напарница Юлия, я на неё вот сегодня как-то положиться не могу, поскольку она тоже не последний человек в партии «Единая Россия». Подозревает меня в предвзятом отношении к вам. Член политсовета Чебоксарской городской организации. Поэтому как-то вы должны быть совершенно спокойны. Поддержка вам определённая гарантирована. Но вот вы сравнивали свою работу на предприятии, сравнивали с работой в Государственном совете. Скажите, а вот как вот это вот удаётся? Ведь всё-таки будучи директором предприятия, вы исповедовали такой иначальный стиль управления. Там же на производстве особые дебаты, они как бы не приветствуются. Принято решение, надо исполнять. А будучи председателем госсовета, приходится вести себя совершенно иначе. Вообще, как относитесь к альтернативному мнению, которое вам не очень нравится? Вот как вам даётся подлаживаться под него, как-то договариваться? — Хороший вопрос. Конечно, вот в политике или партии, партии, вот не партия должна украшать человека, а человек должен украшать партию. Поэтому много таких партийцев, которые работают только ради балла. Но тот человек, он всегда должен быть, даже если не партии, он должен оставаться человеком. — Юрий Алексеевич, а у вас какой партийный стаж? — Если взять партийный стаж, конечно, у меня такой небольшой партийный стаж. Это всего-навсего около четырёх лет. Поэтому таким большим стажем я не обладаю. Это у меня первые шаги именно вступления в эту партию «Единая Россия». Я хотел бы всё-таки для наших зрителей, чтобы они лучше понимали, представляли вашу политическую позицию. Вот давайте вернёмся к истокам. Вы стали председателем Госсовета после выборов 2011 года, когда «Единая Россия» показала не самый блестящий результат, набрала гораздо меньше 50% голосов по партийным спискам. Вот вы как оцениваете тот результат? Это была неудача или убедительная чистая победа, как пытались представить некоторые партийные пиарщики? Вот те выборы для партий «Единая Россия», я думаю, это блестящие выборы. Потому что если даже взять наш Государственный Совет, из 44 депутатов у нас 33 – это партийцы «Единая Россия». Это 75% – конституционное большинство. Поэтому это уже говорит о том, что партии на выборах сделали большие шаги. Мы с вами говорим о выборах Государственный Совет Чувашской Республики 2011 года. Вот давайте вот здесь. Вот вы мне стали говорить, что у вас 33 депутата. Всё правильно, я знаю. Но я вам могу сказать одну вещь, которую вы, может быть, и не знаете. Когда шла агитация по одномандатным округам, и там, значит, баллотировались представители «Единой России», они ходили по редакциям газет, многие из них ходили по редакциям газет, и говорили, ради бога, только в агитационных материалах не упоминайте о том, что мы идём от «Единой России». Представляйте нас директором, бизнесменом, каким-то руководителем крупным, но про партийную принадлежность лучше не упоминайте. Это одно. Второе. По партийным спискам вы набрали всё-таки, я ещё раз повторю, едва чуть больше 40% голосов. И если бы это были такие блестящие выборы, разве после этого произошла бы такая кардинальная смена команды управленцев в Государственном Совете? Ну, тем не менее, вот 46% у нас по выборам в Государственный Совет – это результат. Но те факты, вы говорите, что именно приходя в редакции, чтобы наши однопартийцы предлагали, чтобы не писать, не говорить, что они члены партии «Единая Россия», конечно, я, наверное, не согласен, потому что я тогда сам тоже, как пришедший из производства, я всегда говорил, что я член партии «Единая Россия» и готов за него бороться, потому что, видя за последние 10-15 лет столько проделано, именно под руководством партии «Единая Россия», и я пошел на этот шаг. Во всех газетах всегда писали это член партии «Единая Россия», и на листовках, на плакатах предвыборных всегда говорили одномандатника от партии «Единая Россия». Остановимся на одной фразе Юрия Алексеевича. Какие большие успехи достигнуты под руководством партии «Единая Россия» за последние 10 лет? Если мы с вами, опять же, спросим у наших рядовых сограждан, я не думаю, что многие из них сумеют пояснить, рассказать, где начинается партия «Единая Россия», где начинается государственная власть, где заканчивается партия, начинается власть и так далее. Всюду президиуми сидят одни и те же лица. Те, кто руководят партией, они руководят республикой, руководят страной. А зачем это партии нужны? Ведь для чего партия-то нужна, по большому счету? Она нужна для того, чтобы контролировать своих выдвиженцев во власти. Вот КПСС, совсем неплохая была организация, ведь по большому счету. Там был такой комитет партийного контроля, не дай бог, если какой-то руководитель взорвался, вплоть до секретаря обкома, клал парт, билет на стол, и все, после этого его и на ворнадский мясокомбинат не взяли бы работать, обрубщиком мяса, наверное. Вот для чего нужно вот такое сращивание партийного и государственного аппарата, который мы наблюдаем в «Единой России»? Я вот лично считаю, что это для наведения такого-то порядка. Если, например, партийцы предлагают на должность главы республики или на должность спикера парламента, ведь партийцы в ответе за всех, кто за его спиной стоят. Это прежде всего ответственность, которую человек будет чувствовать за собой. И тем более уже партийцы, которые выдвигают этого кандидата, они последующим следят за работой этого однопартийца. Только в команде можно чего-то добиться. Ну, вы знаете, все-таки не зря, наверное, и президент России Владимир Владимирович Путин, и премьер-министр правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев, они постоянно говорят о том, что стране необходима многопартийность. А в Чувашии их, похоже, не слышат. У нас были случаи, когда главами администрации районов назначали представителей других партий, но они тут же мгновенно вступали в Единую Россию, даже возглавляли районы, организации эти. Для чего вот это делается? Почему Единая Россия нужно всем управлять? Вот иначе невозможно. Вам необходима такая огромная команда единомышленников, как вы говорите? Что говорят у нас президент страны Владимир Владимирович Путин? Что многопартийная система, и Медведев говорит, это у нас есть. Тем более сейчас такой закон приняли. Вообще партию можно создавать из 500 человек, которые пришли и зарегистрировались. Поэтому, что говорить, у нас нет такой многопартийности в Чувашии. В ГАЗ-совете у нас прошли 4 партии. Это уже говорит о том, что у нас многопартийная система. Но те, которые зарегистрированы, у нас очень много. Где-то, я знаю, около 35 партий зарегистрированных, которые не прошли какие-то законодательные органы власти. Но если говорить о том, что у нас в республике с другой партией, которые какие-то должности занимают, занимают и потом назначают. Во-первых, мы не назначаем, их избирают. Избирают даже и глав, и специальные комиссии есть у нас. А потом, приходя, вы сказали, в администрации районов, переходят добровольно. Их никто не заставляет. Они сами переходят, потому что они, наверное, чувствуют, знают, что одним им тяжело. А в команде с нами, например, партии «Единая Россия», которой большинство, намного легче управлять и с районом, и с предприятием, и с организацией. Потому что та команда, они не только помогли прийти к руководству этого района, и с другой стороны, они очень сильно помогают, поддерживают. Вот этой поддержки им не хватает, и они, я думаю, переходят и именно вступают в нашу партию. Вы понимаете, я вообще думаю, что мы все в одной команде, которая называется российский народ, российское общество, все мы, у нас у всех одна цель. Другое дело, что мы немножко ее понимаем по-разному. И все-таки мне кажется, что не мешало бы давать возможность представителям других партий проявить себя, которые, так сказать, готовы со своими идеями сделать что-то полезное. Вот неоднократно фракция «Справедливая Россия» в Государственном Совете просила, заявляла, ну дайте нам поуправлять Новочебоксасском, самым проблемным городом республики практически. Нет, не доверяйте, что заранее знаете, что они не справятся. Те заявления, которые они на самом деле в Государственном Совете предлагали, осталось ни с чем. Ни программы, ни кандидата, того, которого предлагают. Все, нету больше предложений. Но с другой стороны, я хочу сказать, что Новочебоксасск – это около 100 тысяч жителей, это не испытательный полигон. Для того, чтобы с какой-то партии, лишь бы вот с другой партии пришел человек, который не умеет, не хозяйственник, не специалист. Он не может руководить городом. А городом нужны руководить профессионалы, которые знают свое дело. Независимо он с какой партии. Если есть конкретный человек, независимо, я повторяю, он с какой, любой партии готовы его рассматривать. Это, чтобы они работали на пользу жителей этого города, на пользу республики. Тогда от этого кандидата будет у нас толк. Юрий Алексеевич, а вот вы встречались с жителями Новочебоксарска? Может быть, у них были какие-то свои предложения? Кого-то они там видели? Я не с жителями, а встречался с депутатским корпусом города Новочебоксарска. Такой сильный депутатский состав у города Новочебоксарска. И, кстати, могу сказать, что из 25 депутатов Новочебоксарского городского собрания один депутат из «Справедливой России». Остальные 23 партии «Единая Россия» и там пару самовыдвиженцев. И вот такой состав. Вот теперь понятно, почему у Новочебоксарска такие проблемы. Есть депутатский корпус из «Единой России» и город трясет. Александр Борисович, ну давайте... Проблемы города Новочебоксарска я такой сильной сложности не вижу. Больше они раздуты и придуманы? Конечно. Критиковать это легче прежде всего. Критиковать где-то, найти какой-то повод, что-то делать. Как вот это сделать? Выйти из этого положения? Вот нужно именно такие предложения. Независимо от любой партии. Вот сказали бы, вот это, вот это, вот это мы сделаем в Новочебоксарске. Ясная, четкая программа. И как это сделать? Во-первых, что-то, если человек захотел сделать, первым делом нужны средства. Откуда вы эти средства? Если сегодня средства будут, у нас и республика, и все города можно озолотить. И народ будет жить. А может быть вернуться вот к этой системе прямых выборов глав администрации городов и районов? Ну что вот это разделение? Глава города, глава администрации. Люди не понимают, кому идти. У них между ними драчки часто происходят. Ну может быть вернуться к старой системе не так уж плохо все было. Я только за. Я, когда вот первое интервью после вступления на должность председателя государственного совета, и говорил об этом. Потому что двоевластие это нигде к добру не доведет. Должен быть один руководитель, один командир. Тогда у нас всегда будет порядок. Но этого командира можно сделать так, чтобы можно было контролировать. Чтобы он не сделал неправильные шаги. То есть это должна быть все-таки не политическая фигура, а именно хозяйственник должен стоять у власти, например, в городе или в каком-то районе. Юрий, ну как? Что значит неполитическая фигура? Если он пойдет на выборы, то это уже политическая фигура. О чем мы так боимся? Он политическая фигура, поддержанная большинством избирателей. Юрий Алексеевич. Нет, это политическая фигура, но независимо с какой партии. Лишь бы был человек, который способен работать именно на благо развития этого города. А так и так, Александр Борисович правильно говорит, он будет политической фигурой, уже придя в такой должности. Слушайте, возвращаясь к многопартийности. Раньше была одна коммунистическая партия, и все руководители были коммунистами. Все руководители были коммунистами. Ничего мы вспоминаем те годы, порой даже с ностальгией. Все было хорошо при однопартийной системе. А сейчас все плохо. Кстати, вот я хотел что узнать. Вот раньше, когда вступали в КПСС, в заявлениях писали, хочу быть на переднем крае строительства коммунизма. А что сейчас пишут в заявлениях, когда вступают в Единую Россию? А сейчас знаете, что пишут? Раньше писали, хотели, а сейчас пишут и понимают, что они будут на передовой. И вот не могу не задать гендерный вопрос. Юрий Алексеевич, у нас на сегодняшний день, с вашей точки зрения, кого все-таки больше в партии, мужчин или женщин? Кто движущая сила партии в целом? Прозрачный очень. Я бы не сомневался с ответом, Юрий Алексеевич. Я вам подсказываю. Успокойте ее, успокойте. Движущая сила партии, наверное, это все же наши женщины. Конечно, мы кто бы сомневался. Да, благодаря женщин, наверное, идем на такие шаги. Благодаря нашим матерям, нашим женам делаем такие шаги. Наверное, поэтому движущая сила, я вполне согласен, это только наши женщины. Ведь от местной организации партии, не только Единая Россия, от местных организаций всех наших партий в стране ничего совершенно не зависит. Они только поддерживают решения, принятые наверху. Наверху, значит, решили, что Попов должен быть председателем Госсовета, Единая Россия местная поддерживает. Решили, кто должен быть выдвинут кандидатами в депутаты Государственной Думы, местная организация поддерживает. Так это или не так? Может быть, я что-то преувеличиваю, сгущаю краски? У всех, не только у нашей партии, есть устав партии, есть партийная дисциплина. Некоторые моменты мы должны, конечно, согласовать выше стоящей нашей организации. Что именно напрямую их решение выполняют региональные партии, региональные организации партии, такого нету. Но по партийной дисциплине, да, есть такие моменты для согласования. Поэтому везде, наверное, и у нас, мы в республике и в районах, партийные организации свои вопросы сами решают. Какие вопросы свои сами решают? Юрий Алексеевич, да ладно, поступает информация, мы же читаем, видим. Значит, состоялось заседание, я уж не знаю, там, Генерального совета или Высшего совета партии Единая Россия рекомендовать Чебоксарской городской организации партии Единая Россия выдвинуть на пост главы города Черкесова. Это рекомендация, да. А если не дай бог, и если местная организация не последует этой рекомендации, ее могут расформировать? Нет. Ну как нет? Нет, так вот. Да, у нас тут же будет, тут же будет руководство. Александр Борисович, вы бы еще сказали расстрелять. Ну, если придет время, еще не дошло до этого. До этого это точно не дойдет, не те времена, поэтому я с этим, как член партии, конечно, я не согласен. Юрий Алексеевич, вот мы подходим, вот так вот логически, шаг за шагом, мы подходим к очень такому пикантному моменту. Что бы вы там ни говорили про блестящие успехи на выборах 2011 года, а ведь именно с этого момента к партии Единая Россия приклеился вот этот вот хлесткий эпитет партии жуликов и воров. И я понимаю, конечно, что вы сейчас скажете, что все это неправда, что все так нельзя, жулики, они везде есть, но если мы возьмем коррупционные дела, все чиновники, которые проходят по этим делам, они все члены партии Единая Россия. У вас какая-то чистка вообще партийных рядов бывает? Или вы только по факту посадили в тюрьму, тогда исключаете из партии? А не посадили, значит, пусть воруют дальше. Ну, вот так прямую говорить партии жуликов и воров, конечно, это лозунг какой-то оппозиционной партии, чтобы прямо так заявлять. Это можно заявлять после того, как решение какого-то суда есть. Если говорить чистка, конечно, это чистка во всех партиях, я думаю, есть, потому что не все приходят с такими намерениями, которые партии требуют от однопартийцев. Условия, конечно, жесткие, жесткие и требования такие, большие требования. Для того, чтобы в партию вступить только, надо полгода пройти к кандидатам партии. Пройдет вот этот испытательный срок, а селом у нас никого не заставляют. По желанию только вступают партии. Какие-то факты коррупции, конечно, они были и будут, потому что жизнь, она всегда так сложена. А вот если взять, как допустили таких, чтобы они пришли в партию? Наверное, не только в партии. Вот взять, например, такие контролирующие органы, например, разведку. И в разведку же у нас попадают шпионы. Всякое бывает. Поэтому тут чисто на партию «Единой России» вот такие прямые лозунги, или прямые такие обвинения, что партия жуликов-воров, я с этим не согласен. Ну, конечно, чем-то надо вот той успевающей партии какую-то подножку надо ставить, чтобы они перед народом показали, что не так уж они себя честно ведут. Да, согласен, есть такие факты, но с такими фактами, которые уже осудили, осудили, и то мы, однопартийцы, просим уйти из этой партии. Но, тем не менее, так, как раньше вы говорили, коммунистическая партия, там, лишение партийных билетов – это хуже, чем расстрелы. У нас такого нет. Если бы все-таки «Единой России» была менее тоталитарной, если бы у нас было больше действительности сильных, таких мощных партий, и чтобы власть не была бы в таких масштабах сосредоточена в одних руках, наверное, лучше было бы, вот я свое мнение высказываю, тогда бы партии контролировали друг друга, они бы знали бы, ага, вот на следующих выборах мы можем проиграть, к нам придут на смену, они все поднимут дела, почистят, как бы нам не оказаться на скамье подсудимых. Коррупция тогда бы, конечно, была бы в меньших объемах. А когда людям фактически гарантирована несменяемость власти, тогда вот все вот это и происходит. Не знаю, может быть, Юля, как член полицейского города, не согласна? Юрий Алексеевич, я, знаете, думаю, что нам нужно с вами сделать. Нам нужно привлечь в наши ряды Александра Борисовича Белова. И тогда нам уже никто не скажет, что мы продажные, что жулики и прочие, он будет просто рупором партии, и ему будут верить. Попробуйте, попробуйте. Для того, чтобы мы же его и простить не можем, и заставить не можем. Убедить тоже не можем. Наверное, вот после таких встреч с нашими однопартийцами, у него, может, самого какое-то желание придет, и он захочет. Будем будить ваши желания. Юрий Алексеевич, у «Единой России» есть несколько проектов, партийных, по дорогам, по социальной политике. Например, еще есть такой интересный проект «500 бассейнов от «Единой России». Вот за счет чего осуществляются эти проекты?» То, что такие проекты, они появились, это же для народа. Для народа России. А почему говорят «партийные проекты» и «Единой России»? Потому что они смогли вот это синициировать и пробить на уровне власти, в Государственном Думе, пробить и принять решение. Но это не дает только одно название. После этого принятия проекта, партийным проектом по бассейнам и дороге, потом же за этой партией остается ответственность. Да, вот вы как раз опередили мой вопрос. Они будут контролировать каждый вложенный рубль и качество этого объекта. Поэтому это только радоваться надо. И побольше таких проектов, чтобы могли именно сторонники партии «Единой России» смогли пробить такие проекты. Я вспоминаю классику. «Пиво» отпускается только членам профсоюза. К счастью, наверное, в эти бассейны будут пускать не только членов партии «Единой России». И бассейны очень хорошие, действительно. Тут я всячески поддерживаю. Пусть будет побольше. Вот я не видел, где бассейн когда заходит. Уже у нас в Чувашии построен один бассейн. Поэтому проекту партийный билет ни у кого не спрашивает. И льгот, и скидок нет членам партии. Ну там некуда положить. Просто некуда, наверное, положить партийный билет, когда человек в бассейн входит. Вот мы так плавно переходим к парламентской деятельности. У меня есть вопрос. Я не собираюсь здесь возлагать ответственность именно на Госсовет этого созыва, на вас лично. Просто вспоминая предысторию, я достаточно долгое время наблюдал за работой нашего высшего законодательного органа. Что, значит, было сделано вот с начала 90-х годов? Была принята декларация о суверенитете, был принят закон о языках, был введен статус президентства. Что потом делал наш парламент? Он отменил декларацию о государственном суверенитете. Практически отменил, да? Он практически выхолостил закон о языках. У нас теперь нет президента, у нас так обезличенно называется должность глава республики. У нас что? Вот депутаты, они просто сначала создают себе проблемы, потом их успешно преодолевают. Буквально это пустая работа. Пустой работы, наверное, не бывает, потому что мы живем в век перемен. Время идет, все меняется. Поэтому те принятые декларации, они должны обновляться со временем. Поэтому мы не должны стоять на одном месте. Но если слово президент убрали, от этого ничего не меняется. От этого народу не хуже и не лучше. Есть статус главы республики. Он должен работать для блага народа. Это не только мы, от того, что мы захотели, именно депутаты государства Совета Чувасской Республики. Нет, это федеральная программа. Федеральная программа, к 2015 году у нас, это в России, остается только единственный, один президент России. Не будет. Поэтому такого большого изменения от этого я не вижу. Но ведь давайте обратим внимание, Татарстан не спешит, Башкортостан не спешит, Удмуртия, Чувашия впереди всех. В Удмуртии давно уже тоже глава. А, да-да-да. У нас в России осталось только Башкортостан и Татарстан. Но к 2015 году, 1 января, они тоже внесут поправки в свои законодательные акты. Поэтому раньше или позже от этого ничего не меняется. Юрий Алексеевич, в своем послании Михаил Игнатьев говорил об укропнении муниципалитетов. Но это невозможно сделать без изменения Конституции. Вот что-то в парламенте делается уже сегодня? Ведется какая-то работа подготовительная? Тут не изменение Конституции должно быть. Вот, например, я тоже сторонник укропнения некоторых районов. Буквально я недавно был с рабочим визитом в Шумылинском районе. Самый такой, наверное, отсталый район у нас в республике Шумылинский. Там и город отдельно. Но в городе еще как-то есть предприятия, которые хорошо работают, местные бюджеты, налоги платят. Ну а район, я вот посмотрел, там всего-то на всего 2500 гектаров район целый сеют зерновые. Когда это один такой средненький колхоз, может посеять один средненький колхоз, это две с половиной, это один колхоз. И держать в городской администрации и в районной администрации столько народу, которые делают одну и ту же работу, повторяются. Я не вижу смысла. Но тут это должно быть решение народа. Для того, чтобы какие-то решения принимать, этот народ должен провести референдум. Тот, что глава или государственный совет захотел и соединили район с городом, это невозможно. Это желание народа. Вот я думаю, вот смотрит нас сейчас глава Шумылинского района или любого другого района, такого маленького, слабенького. Ну я например. Юрий Алексеевич упрекает нас, что мы содержим много людей в своей администрации. А у него самого какой аппарат? А что они там эти депутаты делают-то? Законы федеральные только перелопачивают. А штат, наверное, человек 50-60. У вас не слишком большой аппарат? У нас аппарат очень скромненький. Вот у нас ассоциации законодателей Привозского федерального округа. Когда проводили, у нас Матвиенко, председатель Совета Федерации, приезжала в Самару. И я лично видел, как коллегу моему говорил, аппарат у вас слишком такой большой. Вот я уж не буду приводить примеры. Ну и у нас содержание аппарата, госсовета, это самый такой скромненький. Скромненький. Потому что я вижу, вот недавно у нас депутаты и работники аппарата съездили в Московскую городскую думу. Посмотреть, как они живут, как работают. Вот представляете, небо и земля. И другие регионы. Вот те же самые, взять наших соседей Татарстан, Самара и остальных. Потому что мы уже дружим, общаемся с своими коллегами, знаем, как они живут. Поэтому у нас очень скромный аппарат и очень скромные содержания на этого аппарата. Ну я вот уже понял, что наши депутаты работают не покладая рук на благо народа республики. Но должен заметить, что парламентарии умеют не только хорошо работать, но и хорошо отдохнуть. Вот недавно две большие группы съездили в Китай и в Италию. Откройте секрет. А с счет каких средств? Это что было? Заложено в бюджет такой парламентский туризм? Александр Борисович, во-первых, спасибо за такую большую оценку работу Государственного совета. Вы сказали, что именно депутаты умеют хорошо работать. Хорошо, хорошо. Вы меня убедили. Хорошо работать. Хорошо было, почему слово. Отказались от всего, чего только можно отказались. Это приятно слышать от такого человека. Я уже надо мной ним поживил. Но отдыхать, еще второе слово, отдыхать. Во-первых, я скажу, что они не отдыхать поехали, а в рабочую командировку. Вот на самом деле две группы. Одна группа в Китае, другая группа это в Италию. Посмотреть, как люди работают. Это пример. Я еще, будучи директором, до этого очень много ездил. Я вот такие рабочие поездки ездил год, два, три, три раза в разные страны. Посмотреть, где какое производство, где как работает, где какие технологии. Вот придя оттуда, я внедрял у себя на производство. И после себя я отправлял еще своих специалистов, чтобы они своими глазами могли посмотреть. Потому что человек, если один раз он увидел, посмотрел, он объяснить ему не надо. Он совсем другим человеком становится. Вот на такие поездки, конечно, у нас нет средств для того, чтобы посылать наших депутатов вот такие командировки. Оттуда приносят только полезное и нужное для народа Чувашии. Поэтому я только за такие поездки. Но, к сожалению, на эти средства... Для того, чтобы народ знал, что депутаты хорошо работают, нужно брать в такие командировки журналистов, чтобы не освещали, как наши депутаты там работают. Мне будет очень интересно, что полезного в опыте итальянского парламента, китайского народного собрания. Вот, прошу прощения, после нашей поездки в Государство Совета Чувашьей Республики, сейчас во главе полномочного представителя ПФО Бабича, в составе которого и наш глава республики, поехали в Китайскую Народную Республику. Потому что Китай – это самая такая развивающая страна, самые такие передовые технологии, от них много можно научиться. Мы пример уже показали. Ну, я думаю, что все-таки дорогу в Китае проложили не наши депутаты, а, скажем так, Никита Бичурин, но тоже наш человек. Вот, вот, вот. Корни откуда используются? Понятно, откуда корни растут. И все-таки вот наша беседа близится к концу. Я хотел бы задать еще один серьезный вопрос. Скоро, так или иначе, депутатам парламента Чувашии придется принимать очень важный закон о выборах главы республики. Можно будет доверить это народу, а можно будет эту процедуру провести в стенах парламента по представлению президента страны. Вы сами сторонником какого варианта являетесь? Да, вот, в скором времени мы должны принять такой законопроект, где можем именно в стенах парламента выплать главу республики. Если так посмотреть, мы уже, конституционное большинство от партии Единой России, это нам выгоднее и удобнее выбрать главу республики. Но у нас демократия. Мы должны дать не только депутатам, но и народу какой-то свой вклад по выборам главы республики сделать. Вот, исходя из этого, я сторонник того, что именно главу республики должен выбирать народ. Поэтому у меня нет такой ответственности. Ну, тут мы с вами совершенно едины, абсолютно. Блиц? Блиц, Юрий Алексеевич, коротко, на короткие вопросы. Короткие вопросы, короткие вопросы. Хорошо, готовы. Готовы. Замечательно. Вы любите работать на даче? Люблю. У вас есть любимое блюдо? Есть. Не только есть, но и я люблю готовить. Что? Любимое блюдо. Вот, если вы сказали коротко, но... Можно, нет, нет, это очень интересно, да. Я вот здесь упомню вкус, приготовленный в русской печи кухню. Это мать, когда рано утром уходила, она топила печку и горшочком ставила печь, вот еду там, или жаркое, или суп какой-то. Мы утром просыпались, вытаскивали оттуда. Вот этот вкус у меня стоял до 50 лет, вот чувствовал. И вот я прошлый год у себя в огороде построил русскую печь. И сейчас там готовлю вот эту чисто традиционную русскую еду. Например, что? Чи, борщ? Все там, что угодно. Вот сейчас последний, я вот на праздник готовил там рыбу. Там готовлю и мясо, и жаркое, и это. Вот не всегда, но на выходные, вот и летом, и зимой я там готовлю. Вы могли бы стать вегетарианцем? При желании мог бы, но не хочется. Понятно. Что вы цените в людях больше всего? В людях я больше всего ценю преданность, верность. Вот эти качества. А что не приемлете? В верность, чтобы они никогда не изменяли. Что не приемлете? Измену. Когда в последний раз вы были в театре? Где-то месяц тому назад, да, у нас фестиваль, балетный фестиваль, фестиваль в городе проводили. Вот тогда последний раз был. Ну, это месяц дождет. Ну, и заключительный вопрос у меня по традиции такой. У вас есть девиз по жизни? Есть. Оставаться таким же, как я до сих пор был, честным, преданным и верным. И никогда не подвести друзей. Спасибо. У нас в гостях был Юрий Алексеевич Попов. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова